Друзья, привет! Сегодня 4 ноября 2024 года. Сегодня у меня свежая порция новостей из Германии и Европы. Впереди много интригующих событий, так что обязательно оставайтесь до конца. Началась новая неделя, а вместе с ней и череда событий. Одной из них стала настоящей сенсацией. Я начну мой выпуск с новостью, которая шеломила буквально всех. Готовы ли вы узнать, что случилось? А вот дебаты политических партий в Германии разворачиваются с новой интригой. Станет ли БСВ партия, которая потеряет себя? Политический воздух в Восточной Германии накаляется, особенно в Тюрингии, где после сентябрьского успеха БСВ вдруг оказалась в центре скандала. Руководство партии обвиняют в продаже принципов ради коалиции. Например, исполнительный директор Джессика Татти без церемонии заявил, что БСВ идет по пути к тому, чтобы стать партией, в которой больше не нуждаются. И с этим трудно спорить, если взглянуть на разногласия, рвущие ее изнутри. А в чем же основной раздор? Именно вопрос в размещении американских ракет в Германии. БСВ против этого решения на всех уровнях, требует следовать доктрине мира любой ценой. Однако в Тюрингии партийные лидеры, кажется, готовы смягчить эту позицию, чтобы договориться с СДПГ. И Бранденбург, напротив, играет аккуратнее, избегая громких заявлений, что тоже порождает вопросы в Германии. А тем временем Саксония наращивает давление. Местные ХДС и СДПГ заявили, что поддержат твердую позицию Тюрингии, а не компромиссную версию из Бранденбурга. И это уже вызывает опасения, что партия, мечтающая о мирном пути, застрянет в межпартийных дрязгах и потеряет лицо. Пока БСВ разрывается между своими принципами и политическими амбициями, ее идеалы рискуют остаться только на бумаге. А тем временем немцы жалуются на целое крысьинное нашествие в Любике. Жители в отчаянии. В городе Любика ситуация накаляется. Крысы буквально оккупировали улицы района Клиперстрасса. И местные жители чувствуют себя покинутыми властями. Несколько месяцев назад прорыв водопроводной трубы в подвале одного из домов стал началом нашествия. Подвал некогда уютный убежище для грызунов превратился в источник бедствия, когда крысы ринулись на улице наверх, облюбовав вот эти мусорные баки. И когда я попытался выбросить мусора, одна из крыс прямо прыгнула мне на плечо. И этим делится местный шокированный житель. Теперь мы выносим отходы только под грохот мусоровоза, так как крысы боятся шума, говорит он. Жители в панике и жалуются, что с каждым днем количество крыс только растет от городских властей, пока нет конкретных действий. Люди опасаются, что ситуация может стать вообще еще хуже, ведь из-за проблем с регулярным вывозом мусора крысы могут размножаться еще быстрее. А между тем в Берлине сгорел поезд. Пассажиры спаслись, но пламя оставило от состава только обугленные вагоны, как видите. В субботу вечером на станции Аренсфельде, на границе Берлина и Бранденбурга случился настоящий экшен. Поезд, работающий на дизельном топливе, внезапно охватило пламя. Машинист, заметивший задымление, быстро организовал эвакуацию. И все пятеро пассажиров успели выбраться. Перекрытие путей тоже не выдержало температуры. Горячий дым оставил после себя еще и повреждения. Когда пожарные прибыли, три вагона уже были полностью объяты огнем, словно сцена из фильма. Операция по тушению длилась до часа ночи. Но даже утром в воскресенье спасателям пришлось вернуться на станцию, чтобы ликвидировать оставшийся очаг. А что интересно, это был не поезд Deutsche Bahn. Это состав частной железной дороги НЕП. Это Нижнебарнемская железная дорога. Пока никто не берется точно назвать причину возгорания, следователи работают над этим. Полиция и пожарные прибыли на вызов около 21 часов 50 минут. И до окончания операции движение на станции было полностью перекрыто. А вот одновременно с этим Германия теряет около 100 миллиардов евро из-за так называемой налогооптимизации. Когда сверхбогатые заклонно уклоняются от полной уплаты налогов, пользуясь тонкостями законодательства в Германии. И многие называют это бунтом маленького человека. Обычные люди чувствуют несправедливость полную, видя, когда самые богатые выходят сухими из воды. Немецкий налоговый союз признает, что ущерб от уклонения от налогов превосходит потери от всех других видов мошенничеств, включая даже злоупотребление социальными выплатами. Действительно, если бюджет теряет около 54 миллиардов евро в год из-за неформальной занятости и черного труда, то еще около 38,4 миллиарда евро уходит в результате скрытия этих налогов в Германии. Так почему же сверхбогатый платит меньше налогов, чем средний гражданин? Ответ кроется в доступе к сложным налоговым схемам. У них есть возможность привлекать профессиональных консультантов и юристов, которые находят лазейки и обходные пути, что позволяет законно уменьшать налоговые ставки. Например, наследница БМВ Сюзанна Клаттон теперь платит менее 30% налогов, и это вдвое меньше, чем в конце 90-х годов. И это вполне законный результат налоговой оптимизации. Тем не менее, когда речь заходит о социальных выплатах, государство проявляет именно железную хватку. Получатели пособия обязаны подавать полные доходы об имуществе и контроле над ними все жестче и жестче. В отличие же от богатейших слоев общества, которых практически невозможно заставить раскрыть свои истинные доходы в Германии, «Если мы хотим добиться налоговой справедливости, нужны прозрачные и честные правила для всех», и об этом утверждают специалисты из немецкой налоговой сети. В том числе и Кристоф Траутвер, который напоминает, половина проблемы уже решена благодаря новым законам в Германии. Анонимные офшорные активы постепенно уже возвращаются в Германию. Но если ничего не менять, закон останется на стороне тех, кто и так на вершине экономической пирамиды сейчас. И получается, что уклонение от налогов – это не просто игра в прятки с законом, это еще сигнал общества, что правила работают не для всех. А вот в воскресенье вечером жители Берлина стали свидетелем редкого извораживающего зрелища. Именно цепочки спутников Starlink, сходящие по темному небу. И это свечение спутников словно бусы на невидимой нити привлекло внимание всех прохожих. А многие уже знают, что это не что иное, как проект Илона Маска. Итак, Starlink – это спутник системы SpaceX, работающая с 2015 года. Ее цель – обеспечить скоростной интернет в самых удаленных уголках планеты, где провести традиционную связь практически уже невозможно. Илон Маск не просто мечтает, а уже прокладывает интернет в небо, с перспективой охватить целую Землю целиком. И на сегодняшний день уже около 6000 спутников вращаются над нашими головами, обеспечивая связь для пользователей. И это только начало. Илон Маск нацелен увеличить количество спутников до 12 тысяч, а в будущем, кто и знает, а может до 42 тысяч. Кстати, спутниковая цепочка – это не видение и не галлюцинация, это часть магии стартапа Илона Маска. Новоотправленные спутники держатся близко друг к другу на орбите, и потому выглядят как движущийся световой караван. В течение нескольких дней после запуска их можно даже заметить невооруженным глазом. Так что, если вы наблюдали это явление или даже успели его сфотографировать, делитесь в комментариях и обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Одновременно с этим, как оказалось в Германии, туроператор не обязан предупреждать об изменениях въездных правил. Это решение окружного суда Мюнхена. Сильма, семья и Панменвин, это стало примером непростого путешествия. Забронировав отпуск на Мальдивы почти за год, они столкнулись с неприятным сюрпризом в аэропорту. За это время правила въезда на Мальдивы изменились, и детские паспорта уже с продленным сроком действия больше не принимались. Ребенку срочно потребовался новый документ, а семье пришлось задержаться в Германии, сменить рейс и потратиться на отель. В возмущенной ситуации они подали иск против туроператора, считая, что тот был обязан предупредить об изменении. Однако, грузной суд Мюнхена постановил иначе, туроператор выполнил свои обязательства по информированию на момент бронирования, а проверка актуальных правил перед вылетом – это ответственность самих путешественников. Подтверждение бронирования было четко указано, что проездные документы должны быть в оригинале. Итог, компенсации в Германии не будет. Будьте бдительны, всегда перепроверяйте требования въезда перед поездкой. Правила ведь могут измениться в любой момент. А вот горячий матрас в лифте стал причиной масштабной операции пожарных в Брауншвеге, где пришлось эвакуировать около 160 человек из высотного здания. В воскресенье вечером огонь вспыхнул в лифте, где и привело к образованию густого дыма, и это потребовало немедленных действий сторон и агентственных служб. Пожарные справились с огнем достаточно быстро, однако на проветривание помещения ушло значительно больше времени. К счастью, никто из жильцов не пострадал, и вскоре они смогли вернуться в свои квартиры. В операции участвовали около 150 сотрудников пожарной службы и полиции, и аварийно-спасательных служб. Однако остается вопрос, как матрас вообще оказался в этом лифте? Этот загадочный момент еще предстоит выяснить, и возможно его разгадка станет интересной деталью в этой необычной истории.